привет друзья такой вот интересный ноутбук sony vio нашел на вторичке купил реально за какие-то копейки не собирал изначально покупать вообще никакие ноуты но так уж вышло что очень интересная цена была около 10 долларов с доставкой вышло около 15 продавец сказал что он не знает работал не работает посмотрел фотографии по фотографии вроде бы весь целый если что знаю что нету к нему комплекте вроде бы как жесткого диска и второе что мне известно это то что нету зарядки сказали что не тестировался как вы видите внешний вид у него оставляет желать лучше то есть в принципе весь целый у нас есть разъем под карту памяти под карту памяти фирменную sony герску есть кнопка включения выключения кнопка включения выключения вай-фая так он все лучше видно друзья чё у нас здесь по разъему здесь у нас есть выга выход выход на микрофон выход на наушники 2 usb разъема тоже sonic usb разъем но кстати не помню какой на расходе кампом работать это я не знаю ребят может подскажете чуть у нас тут за разъем чё у нас сзади задней части у нас блок питания разъем lan и хер знать чего еще за разъем тоже похоже вообще на какой-то старый от модема чё у нас тут ребят имеется у нас так лицензионная vista у нас есть home премиум между прочим что очень интересно даже ключик есть вам воспользоваться есть у нас проверим есть или нет аккумулятор в каком состоянии я не знаю релиз не идет пока что-то не получается не буду дальше ковырять ну и в принципе так вроде бы как целый совершенно ноутбук что есть не буду делать друзья с ним как видите со временем он очень сильно пожелтел то есть я буду полностью разбирать все снимать все полностью отбеливать ставить на него висту и смотреть что вообще из этого получится можно ли пользоваться или нет так то вроде в принципе целым покажу вам еще так друзья значит смотрите у нас здесь видно более-менее родной цвет был видно какого посветлее все было поярче значит эти встроенная видеокарта intel двухъядерный наклейка свистой ну чё будем его чистить посмотрим что получится ну ну Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Делаю первую промывку кнопок, ребят ДимаTorzok 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 не так все плохо и печально внутри как я предполагал нас очень надеюсь опять что включается сильно странный хагарь что блог питания не отдал говорит что нету но так визуально здесь ничего поврежденного вроде не вижу друзья как так его расположен кстати нормально ничего вроде залитого тоже нет ничего надутого нету так что есть сильное предположение что действительно будет рабочим ребят и не должно быть проблем будем все проверять уже промежу не дождусь вытащили скоро не раньше через три дня только мне придет блок питания и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Должена как бы промыть Может прям так и захерачить пеной и водой Один хрен высохнет контакты Не должны будут коротить Посмотрим сейчас еще подумаю Ну в общем почти все скинуло Осталось только буквально сидят эти проводочки И будет в общем то готово В общем как то так друзья Все разобрал Плату достал Первый раз вижу такую батарейку биоса Кстати очень необычно что она Нестандартная То есть нельзя просто поменять на обычную 232 батарейку Платка Sony Извиняюсь за расположение камеры Потому что иначе Плата вся чистая Не залитая Все нормально Можете дальше разбирать корпус Чтобы чистить его Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж друзья Как вы могли уже догадаться Но вот оказался полностью рабочим На мое удивление вообще никаких проблем с ним не возникло Единственное что я обнаружил с косяков Это умирающая батарея Что в принципе не так критично Заряда хватает до 20-30 работ А потом нужно подключать Снова к сети В остальном же действительно Никаких сюрпризов Я потратил пару недель друзья На то чтобы все отбелить Отбеливание происходило В перекиси водорода Сначала под солнцем Потом купил Утрофиолетовый свет И все это дело Реально позволило полностью Отбелить корпус После этого я поставил Windows Vista И теперь у нас полностью Родное железо Добавил свой жесткий диск На 160 гигов У нас получается 3 гига оперативки Двух ядерный просто 2 гигагерца И жесткий диск на 160 гигов При этом встроенная Видеокарта Atima Mobility Radeon 3430 Вроде бы как На 256 мегабайт памяти Которая в принципе Дает не самые плохие результаты По производительности Друзья Сейчас вам покажу Как все работает Но скажу Что из ощущений Был очень приятно Удивлен Windows Vista В свое время Меня она вызвала Ужасные чувства И мысли Потому что я перешел С Windows XP на Windows Vista И откатился обратно Потому что мой комп Видимо его тупо не тянул Сейчас же она запускается И работает У меня сервис ПАК 2 Очень быстро Никаких лагов Никаких торможений Действительно Все прекрасно работает К сожалению Браузер уже Интернет Нормально не поддерживает Интернет сплор Совсем не работает А хром уже Давно как не упускает В принципе Вроде как Мозилась версия 2019 года Но решил Ее друзья не ставить В остальном же Совершенно нормальная операционка Если не собирается Входить в интернет То для игрушек Она подойдет просто идеально Давайте Перейдем к тесту По играм Друзья У меня здесь Разные игры Разных поколений Но все приходили В примерно В один промежуток времени Там плюс-минус несколько лет И конечно же Поставил Emisive Afterburner Чтобы посмотреть Температура И поставил Также Бенчмарк Сейчас покажу Что нам выдает Так друзья Ну Бенчмарк На ультра настройках Нам выдает Полнейшую дичь От 1 до 2 фпс Мы ловим Как вы видите В левой части экрана Надеюсь друзья Вам что-то видно Кстати вот Говоря о косяках Note 2 Очень не нравится Глянцевый экран Совершенно ни хрена не видно Если хоть немного светит Мне в принципе норм Но вам Скорее всего Плохо все видно Значит у нас ЦПУ Прот на 68 градусов Греется Видеочип загружен На 69 процентов Так что загрузки Системы довольно таки Серьезные Ну вы сами видите Конечно бенчмарк Работает Да так себе скажем Далеко не самые лучшие Результаты выдает Но запускается Можно протестировать Стабильность системы Убедиться что она Не вылетает Ничего не лагает Ну и сейчас запущу На минималочках Посмотрим на сколько Будет все это дело Лучше работать Пока загружается Друзья на самом деле Опять же подчеркну Что ноутбук был куплен За какие-то 10 евро То есть это действительно Копейки Плюс доставка Мне вышла Около пятерки И оказался Полностью работоспособным Все таки Вайвский ноут Очень красивый Аккуратный Приятный Радостно удивлен Так ну ребят Смотрите что у нас На минималочках Чуточку получше Чуточку Выросло До 5 фпс Даже кажется что Все стало играбельным А причина на минималках Не самая плохая картинка Да Но опять же это все таки Тест бенчмарк Ребят Просто хотелось показать Как работает железо Что оно может выдавать Ну тут в этой сцене До 7 фпс То есть мы видим что Тигран Даже с тестами Вот наверное он Восьмого года думаю На минималках Она вот система Не справляется Возможно если Выставить более низкое разрешение Было бы лучше Но я думаю что Уже и так понятно И можно дальше Наверное ничего не пробовать Думаю что стоит Перейти к играм Посмотреть Какие игры Как работают Действительно Там неплохой разброс Получился По результатам По работоспособности игр Ну сейчас вам все покажу Друзья Начнем наверное с самой Хорошо работоспособной игры Это будет Half Life 2 Metastasis Также еще Тренд Холл Lost Chapter есть Тоже отлично работает Ну запущу сначала Вот эту часть И думаю вторую Уже нет смысла запускать Тоже ребята Вот сейчас помню В свое время Халфушка вторая Когда выходила Конечно в плане графики Казалось Чем-то невероятно Помню Жуткие тормоза Появлялись на компе В свое время Была видеокарта На 64 мегабайта MX 440 NVIDIA GeForce Вроде бы как было Естественно Она вообще Почти уже ничего не тянула Там в 2005 году 2004 Но на минималках Помню Можно было поиграть В Half 2 Вот ребят Не знаю как вам видно Ну вроде как видно Значит у нас по FPS В меню уже 53 FPS Что в принципе неплохо Видеочип загружен То есть Как бы все понятно Что он грузится Прямо по полной Температура Конечно высокий Давайте пускать игру Посмотрим как работать будет FPS Ребят Сидли плохо работает Очень даже хорошо По настройкам По настройкам У нас все на ультрах Стоит Сейчас покажу То есть все высоко Все отражения включены Здесь что я не сделал Это вертикалку не врубил Сглаживание И фильтрацию не поставил Конечно по максимуму Все остальное уже включено У ноты очень хороший звук Я даже приятно удивлен Скажу Скажу Что работает просто шикарно В нагруженных сценах Немножечко проседает до 5040 То есть можно реально Проходить халфушку Ты из чертого дубска На максимальной графике И вообще не обламываться Сильно в этом плане Меня сейчас ноут очень радует Очень хороший оказался результат Так что для старого гейминга Он может подойти Вот по крайней мере Фалфу точно можно проходить И не бояться Ну что поехали дальше Тестировать чем-то другой будем Давайте запустим Посмотрим как будет У нас работать Третья готика Которая очень прожорливая К системе Ну все ребята Я ее запустил Дал немного прогрузиться Чуточку получше ей стало Вначале вообще ФПС показывался В районе двух-трех А сейчас же у нас двадцаточка Как мы видим Давайте не будем тут ничего Вот тридцатка проскочила Можно так пробежаться Посмотреть И первое впечатление У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Она зависла Отпустила, ребят Фриз был, увидели, как очень сильный То есть играть, конечно, будет трудновато, наверное Но вот сейчас посмотрим, что дальше будет Тоже температура, конечно, зашкаливает Процессор вообще просто на 80 градусах Но странно, что вот микрофриз проскочил Потому что сейчас, в принципе, смотрю, вроде нормально Может быть загрузочки там какие-то проскакивают Так даже кажется, что, в принципе, игра-то и играбельная Можно ради интереса дальность прессовки подкрутить И посмотреть, что за это выйдет Да, мирка Вот это, ребята, я понимаю Вот теперь хоть что-то видно Поднажрали немного FPS Но, в принципе, в принципе, да Можно на среднее бахнуть Ух, ёп твою мать, тормоза-то какие Давайте на среднее поставим Да, напоминает Кстати, вот когда малой был Помню, за компом садился Постоянно по часу проводил за настройками Чтобы хоть как-то игра работала Действительно, сами видите Стало намного лучше Есть и дальность прорисовки Да и вроде Фриза всё равно есть И, в принципе, игра-то нормально работает Но, конечно, микрофриза Очень мешает Где там кабан был сейчас Луково с неё Фига в нём, смотрите, сколько стрел Ну, ладно, ребят Самое главное показать Как она работает, Готика Протестировали Кажется, что вроде нормально работает Но это обманчиво Потому что В течение игры, конечно Вот микрофризы Очень сильно доставляют неудобства Наверное, посмотрим Чё, как работать будет у нас В Call of Juris Тоже интересно Сейчас его запущу, друзья Да, с микрофризами Играть, конечно, прям невозможно Вот, со временем В Call of Juris Я, по-моему, не играл на боксе 360 На компе вообще никогда бы не играл И думаю, что исходя из того Какая там графика То должен быть Достаточно требовательный Для ПК То, что помню В своё время На Xbox 360 Графика просто была Нереального уровня Реально чувствовался Next Gen Конкретно Хотя игра сама по себе Наш 5-6 года Вроде как, ребята Она чуть ли не на старте бокса Вышла в продажу Не отключить никакую заставку К сожалению Ну, сейчас посмотрим Ну, всё, ребят Загрузилась Ну, вы видите Да, как и я Да, то есть У нас очень низкий FPS Около 20 Какие-то частички летают Причём Очень низкокачественные Текстуры стоят Кажется, кстати Что, в принципе Играть-то можно Если фризов нету То реально Оно было бы играбельно 20 1 23 20 Около 20 FPS Что, в принципе Не так уж и плохо Как я думал будет 22 Слушайте, ну В принципе Приемлемо Приемлемо Можно поставить Ещё пониже И, наверное Будет Получше работать Да, 8 FPS Сейчас здесь Показывают И сцене Конечно Очень-очень-очень Тяжело Давайте ради интереса Потовим шейдеры 2.0 Сохраню Чтобы потом Сначала С самого Не начинать На три шага Пройти Давайте Шейдеры 2.0 Поставим Так Создательство 2.0 И тогда Поставим В качестве Листвы На низкое Качество Поставим Выключать не будем Просто на низкое Посмотрим Сколько Выиграем Перезапускаем Игру Ну, ребят Тут уже разговора Нету У нас Только что Был Шат FPS При старте Сейчас 34 34 Выглядит Как будто 60 FPS Действительно Очень хорошо Работает Но мы все Выставили Внималки Друзья В графике Конечно Просто Отвратительная Сказал бы Она выглядит Сильно Очень плохо Но Можно играть В игру Вообще Без проблем К сожалению Микрофризы Все равно Проскакивают Посмотрим В этой сцене Что будет Ну До 19 FPS Просело Что в принципе Это приемлемо Остается Да Можно Исти для нее Играть Но она Выглядит Конечно Друзья Ну Совершенно Никакой Нинексген Но На минималочках Нормально Все Видео И Проц Увозит Температура Проц Между прочим 84 градуса Видео Даже сейчас Загружено Почти что На 100% Да Система Конечно Будь здоров Загружает Но Становится Более понятно На что Способен Именно Этот ноут Несмотря На то Что На нем Стоит IT Мобилити То есть Отдельный Чип Неинтегрированный Возможно Интегрированный Просто Даже Не запустил Самую Грубую Совершенно Дурацкая Сцена Длится 100 лет Дед Должен Уйти Уже Отсюда Он там 100 лет Ковыряется На земле Не знаю Что он Там Делает Так что Не дождаться Никак Но Ребят Покажу Что В плане ФПС У нас 3-4 ФПС Нет Микрофризов Можно Играть Сильно Стабильно В принципе Она Работает Что Немало Важно В отличие От той же Третьей Готики Так что Здесь У нас Ноут Справляется Но Игра На полных Минималках Никаких частичек Нету Но Сдалека Игра В принципе Выглядит Довольно Таки Прилично Приятно То есть Когда Подходишь Вплотную К объектам Не видно Что Плохие Текстуры Не видно Что Плохая Земля Даже Иногда Вот Видите В пол Посмотреть Шат ФПС Вообще Выдает Не знаю Как она В горячих Сценах Будет Стрельба Начнется Но Я Рад Результату Скажу Что Тут В принципе Неплохо Работает И Думаю Будем Уже Тогда Тестировать Наверное Что Нибудь Дальше Например Третью Эпоху Посмотрим Как Она Работает В Третьей Эпохе Ребят Настройки Я Не трогал Кроме Разрешения То есть Все Реально Стоит По Молчанию Не Знаю Что Там Стоит Именно Но Выглядит Она Очень Неплохо Как Мне Показалось Вода Красивая То есть В принципе Графика Неплохая Давайте Запускать Одиночную Ну И Просто Бой Обычный Сам Режим Перестрелку Тут Странный Перевод Перестрелка Поехали Посмотрим Как Будет Работать К Сожалении Морис Афтербернер Просто Пропал Почему То Больше Он Ничего Не Выдает Сама Жа Игра По Моему Ощущения В Принципе Нормальненький Такой ФПС Выдает Играть Можно Вот Первое Впечатление По крайней Складывается Что Она Сильно Играбельная Конечно Посмотреть Поиграв Немного И Как Выглядит Боевка Но Пока Что Сейчас В принципе Не так Все И плохо Даже Кажется Вроде Так Можно Играть Но Я Конечно Ребят Не особо Фанат Был Третьей Частью Именно Потому Что Она Мне Плохо Работала На Компе Вот Но Тут Смотрите Смотреть Как Она Работает Что Это Игра Как Раз Таки Того Времени Примерно Хать Собака Я Думал Кто Это Такие Мужики Что Вы Мне Идет Так Нормально Залипал До И До Сих пор Играю В Definitive Edition Версию А Вот Треть Конечно Мне Мало Знакомый Но Все Интересно Проверить Вот Эта Игра Тех Лет Как Она Работает Ну Кажется Что В принципе Это Играбель Что Там По Настройкам Графики Я Не Знаю Но Видно Что Такие Просадочки Конечно Есть Тут Нельзя Конечно Прям Сразу Графику Поменять К Сожалению Но Картинка Не Самых Лучших Это Точно Ребята Я Скажу Тут Походу Лесопилку Даже Строить Надо Я Все Лесопилки Строил Так Требуется Больше Древесины Ну С древесины Насильная Беда Все Ребят Пошло Начал Залипать Походу Так Что Там Произошло Это Типа Это Как В героях Что Что Типа Притащили Там Корзина 300 Пища А Кстати Вот Третье Часто Чувствую Что В плане Не Плей Отличается От Второй Ну Да Ладно Но Хотел Справить Как Работать Будет Ребят В принципе В принципе Понизил бы Немножечко Настройки Если честно Ребят Чуть Чуть Пошустрее Все это Дело Было Потому Что Явно Немножечко Не хватает Но Около 25 20 ФПС Она Выдаёт Мне кажется Когда начнутся Сражения То 100% Пойдут Тормоза И лаги Где-то Здесь Солдат Ходил Нельзя Начать Нажать Так Стрелять Да Ну Ладно Хотел Применительно Чтобы он Пострелял Посмотреть Ну да Ладно Ребят Давайте Тестировать Дальше Посмотрим Другие Игры Ребят Здесь Разрешения К сожалению Моего Прям Нету Поставил Самое Большое 20 ФПС Выдаёт Но Понимая Тяжёлая Сцена Много Объектов Скажем Карту Видно Но Всё равно Не так Плох Опять же Видеочип Мы видим Что Очень Хорошо Загружен На До 9% Скорее Сво В левом Углу Видно Так что Да Жилет Сильно Загружается Но Игра 6-го Года Примерно Тех же лет И ноут Наверное Всё-таки Ноут Даже Постарше Точнее Помладше Будет Наверное Года 8-9 Особо Инфли Не нашёл Клан Года Но Всё равно Считаю Что В принципе В плане Играбельности Ну Как у меня На PSD Она работала Примерно Так Она мне Работала Помню Современный PS2 То есть Не то Чтоб Заебись Но И не то Что Прям Всё Плохо Так Ну чё Давай Выключаем Будем Посмотрим Как в стрельбе Всё это Выглядит Будет Ну 28 FPS На земле Выдаёт Так Почему Тут есть Оружие По кому То стрелять Надо Вообще Вот Помню В своё время Just Cause Как раз Так В первый раз Поиграл На PS2 Помню На компе У меня его Не было Кстати Стрелять Не так уж Так уж Просто Совершенно Дикий Прицел Какой-то В отличие От первого Конечно Just Cause Второй Я играл Немало Мне понравился Очень сильно В первый Вообще Не играл Почти На PS2 Побегал Показал Что скучно Очень То есть Огромная Карта Делал Был Совершенно Нечего Второй Как-то Повеселее Пошёл Но Работает Действительно Неплохо Я бы сказал Что даже И играбельно И даже Более Чем Играбельно Наверное Около 30 FPS 27 Сейчас Садим В машину Посмотрим Что будет Нихаяся Как будет Дальше Все это Графика Конечно Ребята Вообще Холдскул Конечно Слушайте Ну на Тачке Тоже Все нормально Работает Ну 22 23 FPS В принципе Не так Что и плохо Хрен А вот Что там По настройкам У меня меню Кривое Поломанное Но Очень красиво И стильно До сих пор Напоминает Очень сильно Конечно Семерку Так Понимаю Семерка Базировалась На Висте Но Виста Мне понравилось Чем-то Больше Боковую панелью Которую я Отключил Наверное Отключил Чтобы не потерять Скажем Продвительность Понравилась Скорее всего Своей быстротой Я реально Заметил Что она Очень быстрая И возможно Совершенно Не грузящая система Семерка Уже будет Потяжелее И Больше Грузит Ту же самую Оперативку Виста Работает На этом Железе Довольно Таки Отлично В дальнейших Планах Друзья У меня Этот ноут Заказал У него Наклейки Вот сюда Они будут Клеиться Вот сюда Они будут Клеиться Ребят Наклейки Такие Как оригинальные Будут АТ Виндус Виста Будет написано Алиэкспресс Все что хочешь Есть Их заказал После этого Поставлю Виндус Действует Ребят Благо Здесь есть Вайфай Полностью Рабочий Поставлю 8 игров Оперативки И посмотрим Как он Будет Вести себя Уже В современном Мире Современной Операционной Системой Очень хочется Проверить Протестировать Проводить И пользоваться Потому что Он был Сильно Классный Стильный И ни капельки Ни железной Покупки Ребят Напишите Обязательно Друзья Интересно Либо было Смотреть Это видео Очень над ним Старался Работал Много Заняло У меня Времени Возможно Еще Буду Снимать Еще Одну Часть По ноутбукам Но Хотел Сильно Почитать Ваше Мнение Хотите Либо Больше Тестирования Железа Каких Починок Ремонтов И Вообще Что Вам Интересно Было По такой Тематике Посмотреть На Какие Можешь Железки Может Что На Сегу На Денди Напишите Ребята В Комментариях Ну И До Скорых Встреч